Всем привет! Змеи я здесь, друзья мои! Поставить цветочки! Путешественница! Решили выпить кофейку. Но как у нас проходит праздник? Над отношениями в семье нужно работать. До встречи! Так, мои дорогие, сегодня в Турции день матери. И мой муж мне сделал очередной подарок. Я до сих пор не могу с ними разобраться. Мне некогда, простите меня, мои цветочки. Точнее, я почему не хотела с ними разбираться? Видели цветочек? Он, кажется, денежное дерево. Почему я не хотела с ним разбираться? Потому что, вот, помните, у меня была тля? Как холодно! Я в платье нахожусь, у меня аж мурашки по телу. Смотрите, друзья мои, тля. Помните, я показывала, что она сожрала? И сейчас я же брызгала этим мыльным раствором. Ее нету. А ну-ка здесь поверили. Цветок ожил! Цветок ожил. Сейчас еще его полью. Подняли сети даже. Вот, какой лайфхак, пользуйтесь. И сейчас я сюда побрызгаю. Видите, что творится? Вот аж кемчику пошла завтра готовить. Благодарите. Мои дорогие, всем добрый вечер. Работа кипитка у Светланы тут поглажена. Это готово. Не знаю, показывала я вам, не показывала. Я вот резинку вставила и застрочила. Эти брюки готовы. Эти раскроены. Эти пшиты. Видите? Я сейчас их прогладила и буду все остальное сшивать. Но у меня проблема с машинкой. Вы понимаете, вот такой поясок я сделала тоже. Видите? Такой поясок. Аж кем мой переделала вот эту мою лампу. Вот. И тут у меня все, чтобы света побольше Светлане. Вот поясок из таких этих. Ткань красивая, да? Так. И вот еще приготовила на следующий поясочек. Делаю из таких вот лоскутиков. Сшиваю их все. Потому что в длину все потратила. Так, чтобы в моей заловке было длинные панталоны, штаны. Какая у нас погода замечательная. Я открыла окно и кайфую. Какая у нас прекрасная погода. Такую погоду так люблю. Дом уют. И какие-то дела. Хочется сейчас что-то подключить, послушать. Смотрите, какое небо замечательное. В Адане рядом город у нас. Не рядом, но где-то полтора часа ехать. Очень сильное наводнение. Там большие дожди. У нас... Бог миловал, мимо меня. У нас в Мерсине есть наводнение зимой. Сколько лет я живу здесь. Один раз, два раза максимум бывает ветра такие. Ну вот было такое землетрясение. Это первое в жизни. Но знаете, что успокаивает то, что здесь эпицентр-то не здесь. У нас просто были отголоски. И все почувствовали. И все почувствовали. А так... Вот сейчас вспоминаю это время. Через что мы прошли? Через что проходят люди? Какие испытания они проживают, да? У каждого по-своему. Друзья мои, держитесь. А мы, знаете, какие... Мы сразу забываем плохое и хорошее. И все сразу. Ну вот. Какое мы пережили? Мы думали, мы не переживем. На улице спали здесь в палатках. Многие. Месяц-два. И что? Просто покачала. Просто покачала всех. Ни одного разрушенного дома нет в Мерсине. Эпицентра нет. Поэтому Мерсин самая спокойная более-менее. Ну да, страшно было. Пару раз покачала. Но ничего страшного не произошло потом. И вообще человеческий мозг. Насколько силен, да? Если человек сильный, не поддается, он идет вперед. А если человек слабак, на эмоции силен, сразу все в себя, так он сразу болеет онкологией. Потому что онкологические и раковые клетки в каждом из нас есть. Но если мы будем постоянно в депрессии... Почему я вас все время мотивирую, друзья мои? Вот если вы будете постоянно в депрессии проживать, ничего хорошего у вас не получится. И не случится, и не ждите ничего хорошего. Я тоже раньше так думала, начала думать по-другому. Может быть оно и не так на самом деле, но я представляла, что так. Все уже наладилось, все хорошо. И... И все. И жизнь наладилась, жизнь наладилась. И а видите, какая интересная у меня жизнь. Я сейчас вам покажу картины. Смотрите, какие картины. Вешать надо. Обалденные. Смотрите, какую еду я приготовила красивую. Вкусная, мне кажется. Плов. Соседка принесла. Котлеты из чечевицы. Я их поела. Они такие вкусные. Я не знаю, мне так все нравится. Турецкая. Обожаю Турцию. Обожаю. Пошла я кормить его, пошла шить. Закончила я. Я так устала. Глаза болят очень сильно. Продолжила, но иголка... Нитка в иголке порвалась. И я 10 минут не могла найти. Устала, друзья. Пойду я ложиться спать. Мой муж был в шоке. Потому что я, в принципе, стала вечером же шить. И только эти померила. И через этот час выхожу в этих брюках. Но я же все одновременно шила. Сюрприз. Вот эти брюки. Вот эти брюки. В общем, три пары брюк. И еще одни. Я вам показывала. Еще. Зачем мои облисты? Только брюк. Пусть носит на здоровье. Вспоминает свою невесточку. Так, друзья мои. Все. Спокойной ночи. Пошла спать. Всем привет. Начинается новый блог. Мы приехали в больницу. Свекровье операция. Мы ждем. Видите, такой. Ехали два часа в дороге. Отсюда весь город, как на ладони. Лиман там, кажется. Такая огромная больница. Я смотрю, даже здесь есть для вертолета. Посадочная полоса. Нервничает она всю ночь не спала. Бедная моя Ванимчинка. Но другого выхода нет у нас. Всем привет, мои дорогие зрители. У меня такой вид уставший. Я не спала. Так хорошо, что здесь есть машины, где можно заказать любой кофе. И так все дешево стоит. Мачито кофе похоже на какао 10 лир. Капучино 8. Я выпила только что капучино. И знаете, говорю мужу, я своих подружек сюда приглашу. Но сюда ехать два часа. Хорошо, когда есть такие аппараты в больницах, где каждый может себе что-то заказать. Как вы догадались, я в больнице нахожусь сейчас. Ну, муж там разговаривает, кого-то встретил. Пупили кофейку. Сейчас еще хочу взять два турецких кофе для Аблы моей и для папы этот. В принципе, он тоже любит. Чай хотим заказать, да. И поднимемся, будем ждать. А Немчика забрали. Я ее проводила до самого лифта. В общем, трогательно все. Вчера я разговаривала с мамой. Моя мама очень сильно прослужена. Аж голос потеряла. И какую-то энергию я передаю и получаю. Потому что такая сентиментальная я стала. Хотя очень мало плачу в последнее время. Моя жизнь до 45-ти была вся в слезах. А потом я только радуюсь. Но бывают моменты слабости, когда мы не можем контролировать свои эмоции. Все будет хорошо. Я уверена, операция очень тяжелая. Ей вырезают кишку с опухолью и выводят кишку через брюшную полость снаружи. Калоприемник будет подключен. Операция не из простых. Так что будем ждать. А вы держите кулачки. Столько людей, смотрите, выписываются. Здесь в основном я посмотрела выписка. Задний двор. Я вам покажу потом аппараты. Такие классные. Очень интересно. Там аппараты. Все можно заказать. Здесь на перекуре. Вы представляете, у меня уже вообще это чувство. Страсть к курению пропала. Три месяца уже будет, через пару дней. И да, да, это все в прошлом. Мне так раздражает. Уже, в принципе, и не раздражает тоже. Это в автобусе ехали. Мой муж там пах немножко и сигаретами. А так смотрю на этих курящих людей и думаю, а я же такая была недавно, да? Ну, не знаю. Никогда не говори никогда. Поживем, увидим. Воду тоже в аппаратах купили. Покажу потом, как это покупается. Лады башла. Так, смотрите, какой здесь автомат. Сначала картой проводишь. И нажать кнопку пошла. И все. Смотрите, больше. Еще что здесь есть? Печеньки, шоколады. Тоже платишь, нажимаешь и покупаешь. Вот техника. Так, а ну-ка. Пошла модель, ашкир. Нет. Это же скрыли. А? Это же скрыли. А, не получилось. А, не получилось. все шкаф а видите как написано здесь и чечен из хазыр ларьер все так берем герченко говорит возьмите в стакан какая умная это ашкин вы короче говоря поехали сейчас на лифте хочу показать вам какие здесь огромные больницы палата кофе несу кофе идут а как партизанка вот мы на балконе там будем ждать такое табло здесь написано имена и фамилии тех больных кому сделали операции вот мы на первом этаже ждем в реанимации когда нас позовут ждем уже замучились ждать друзья мои мы потеряли больную нашу сидели ждали возле той палаты интенсивной терапии остались мы только вдвоем и нам сказали что это в другом месте вот пришли сейчас ждем такой коридор и тут именно смотрите столько много очень этих интенсивных терапий вот операции так долго вроде бы но в принципе и мы знаем что операция сразу не началась полдесятого и и анализы взяли и пока подготовили ну вот как-то так смотрите какую большую больница очень огромная больница погода тоже непонятная сидим ждем с с вами и с племянницей мужа очень много здесь но естественно тут по каждому профилю своя будет палата интенсивной терапии а в больнице санитарах нет вот тут такие технические персоналы которые убирают и мужчин очень много меня не пустили знаете почему потому что сказали что одного кого-то надо но естественно пошла сестра старшая дочка потому что они мне что-то будут говорить там подписывать надо я некомпетентна в этой области другого выхода у меня нет и эндер потерялся и племянница пошла чудо на огромная больница посмотрите какой коридор огромный и как здесь сколько выходов и выхода вообще потеряться можно в общем ждем что скажет все закончили мы дела в каком смысле закончили в интенсивной терапии моя свекровушка вышла с наркоза ну естественно после операции отходит а мы садимся на автобус вот такая большая болезнь вон пошла моя заловка свекор и лянница зеленому а мы сашковом едем мои дорогие зрители мы такие уставшие приехали мы опять столько были в дороге эта дорога меня с ума сойдет дорогами масса идет и мы еще зашли на базар увидите я когда покупаю зелень я всегда их сразу готовлю в уксусе потом промываю и вот так вот храню сейчас она мне в уксусе таком полежала все я сейчас буду это промывать а тут у меня идет жарю я менемен хочу яйца с менеменом если честно я отключенная сейчас покушаю не хотела кушать сегодня хотела устроить себе голодный день но когда мы пошли на базар покупали черешни и клубнику покупатель говорит возьмите попробуйте какая клубника и черешня вот там я приготовила здесь уже на мыло видите я сразу мою все смотрите у меня еще есть и рогу у меня еще есть и грибы у меня вот этот есть который мы отварили тут плов мы купили еще фасоль что мы еще с мужем купили перец купили помидорчики купили вот такой мой какой классный помидорчик грузии пахнет я хотела сегодня капусту и не поела об огурце помидоры черри такие в общем сделали сегодня покупочки так еще что мои дорогие что вам показать интересно капусточка моя здесь я не вчера вечером переложила в два часа ночи потому что я шила для бывшей кошки мы я очень устала от цветочки свои решила сюда поставить так что я сейчас готовлю кушу и я хочу выспаться половина восьмого вот еще 3 один остался надо его тоже промыть делу хозяйки много знаете почему завтра я иду на день рождения к моей подружке завтра я иду на день рождения к моей подружке она делает потрясающие дни рождения два часа уже ждет нас будет фотосессия будет все так интересно я вам покажу в чем и буду выглядеть и поэтому мне нужно выспаться хорошо прийти в себя у меня была так какая-то очень загруженная неделя по бизнесу я хочу просто спать я покушаю сейчас чуть-чуть вот яичницу с болгарским тут у меня еще и рагу осталось салатик я сделала как вы видели и я хочу спать башкин спит тоже мало спал и мы устали а в среду мне дежурство больницы завтра будет днем абла ее анемчика оставили сегодня в палате интенсивной терапии завтра мы поедем туда но все дети приедут туда кроме младшей и сына но они сказали звонили сегодня а сын позвонил как приехать смысл это и знаете что не так все страшно как дорога так утомляет два часа ехать и маршрутка автобус не имеет значения они также ковыляют по всему городу это просто кошмар какой-то дрыж так вот завтра днем будет абла вечером будет ночью папа послезавтра мы поедем наверное я останусь одна с мужа без мужа и буду смотреть мою анемчика мне так жалко ее потому что я знаю что это очень непросто калоприемник и после операционный период будет непростой нам терпение а моей анемчику маме моего мужа здоровье долгих лет жизни она очень хорошая она хорошая и все что в моих силах я постараюсь делать